Мне не стоит её беспокоить. Почему? Побеспокой. Вон она стоит, короче. Потанцуем как-нибудь в другой раз, возможно. Подождите. Она мне подмигнула? А как ты увидел, я не понимаю, если ты лицом на уровне её жопы сейчас находился. А на чем тебе там подмигнула, Рис? Расскажи, я очень хочу это знать, серьёзно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в новые приключения Риса из игры Bendy and the Ink Machine Races Story и из игры Hello Neighbor Races Story, про которые, в принципе, я так понимаю, и про ту, и про другую мы можем смело забывать, потому что автор взял и положил на обе эти игры свой большой или небольшой, толстый или худой болт. Просто вот так вот взял и положил. Не Bendy and the Ink Machine Races Story, страницу я не могу найти уже на GameJolte, он её, судя по всему, удалил или какого хрена произошло. Не знаю, может быть, я просто рак, слепой, и я не видел, но я не видел, правда. То есть раньше я всегда видел, я открывал по ссылке, а сейчас я открываю, и там, упс, ошибка. И, в общем-то, Hello Neighbor Races Story, там две серии вышло, хрен знает когда, и они не продолжаются. Зато, зато, разнообразие. Вот чем наш Рис ценен, понимаете? Вот эта рожа наглая, посмотрите, которая пялится на нас из центра экрана. Теперь он умудрился найти приключения на свою жопу во вселенной ФНАФ. Five Nights at Freddy's Races Story, ночь первая, Puppets Promise. Давайте оценим... Что это, блин, было? Какое брутальное... Дисклеймер. История этой игры не канон по отношению к настоящему ФНАФу. И у истории есть определенные части настоящей истории, но по большей части это более-менее моя версия происходящего. Так что, если это плохо, мне очень жаль. Но, так или иначе, наслаждайтесь историей. Ах, что же делать? Рис, у меня так мало денег. Я удивлен, что я до сих пор способен здесь оставаться. Я вот удивлен, какого хрена происходит в твоей жизни, Рис. Вот я чем удивлен. Вот этому я удивлен очень сильно. Как тебя вообще просто пидорасит из вселенной во вселенную? Без объяснений абсолютно. Вот это мне непонятно. Я должен начать искать работу. Если нет, я буду на улице. И не будет у меня квартиры. Ну что ж, я полагаю, мне лучше вставать. Ну давай вставай, шевели свой срак и рисовский-то в конце концов. Ну что ж, пора подышать свежим воздухом. Нихрена себе, Рис. Слушайте, вот это... Да наш малыш вымахал, ребятки. Покушал растишки, морковки там всего на свете. Наверное, даже, знаете, морковку в растишку запихивал, в блендере перемешивал. И все это в количестве, там, трех литров сразу. Вот как-то так вот загонял. Потому что, блин, он, по-моему, даже мускулистый какой-то. Да он мне рожу набьет, если я с ним когда-нибудь столкнусь, этот Рис. Ну лучше над ним, наверное, особо не шутить. Вы знаете. Так, все, Рис, я понял. Давай, идем на работу. Тык-тык-тык-тык. Рик-тык-тык руками-ногами. Прикольно, слушайте. Брутальный. Заматерел Рис. Рисушка-то стал здоровячком у нас. Ну как ты пролезаешь вообще в эти коридоры-то узкие? Вот еще непонятно. Давай, может... Куда? Он сам идет. Я ничего не делаю. Эй, ты! А, телевизор. М? Да, ты! У тебя проблемы с деньгами. Нужна работа. На легкие часы. Ну что ж, Фредди Фассбир Пицца теперь нанимает работников. Итак, если ты хочешь больше информации, тогда поднимай свой телефон и звони. 1-8-2-0. Фассбир! О, это может быть мой шанс. А, это он звонит, да? Я так понимаю. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь! Жрать хочу! Ответьте! Кто-нибудь? Нечего есть. Нужна работа. Привет-привет. Я видел вашу рекламу на телевидении и хотел бы подать заявление на работу. Там не мы, что ли, на том, как... А, всё окей. Генри. Итак, ваше заявление. Здесь что-то с ним не так? Фазбир инкорпорейтед. Позиция инкорпорейтед. Господи, что это с моим голосом? Позиция техник. Рис Джексон. Да он Джексон, нихрена себе. По-моему, мы первый раз узнали, что он Джексон. Или он когда-то раньше уже, может быть, там, делал лунную походку. Так, ау! Как-нибудь так. Дата рождения. 2001 год, 10 июля. Или, я не знаю, может быть, октябрь, седьмой. То есть, тут, наверное, наоборот, да, 7 октября. Короче, 2001 год. Родная страна Анаракия. Я с другой планеты. Если кто не в кур... Во-первых, Анаракийские года и планета Анаракия. Анарак Вориорс, это автор этой игры, если кто не знает, это его никнейм. Возраст 2464. Анаракия... Анаракияанский возраст 16. Ну, в общем, мы теперь знаем, что, судя по всему, разработчику этой игры 16 лет. И у всех этих игр, вот, про Бенди и про Hello Neighbor, да, про Рисса. Рис работал на Joey Drew Studios, но уволился после странных событий, которые там появились. Рис защищал свою планету. 49 человеческих лет. Он, скорее всего, жертва каких-то срывов. У него по-прежнему кошмары. И его прон, потому что он мало спит. Чё, пронозависимый, что ли? Я не понимаю, мало спит. И своего маленького Риса там балует. Что это сейчас была за фраза? Я просто не знаю значения вот этого слова. У меня ассоциация другая. Короче, соотносясь с источниками, он всегда боялся всего, что вокруг него. Печально, что он не в ночную смену работает. У него знания хорошие в электронике. И он по какой-то причине надевает какой-то тяжелый металлический щит на свою кожу. По сути, это костюм. Рейтинг работы. Значит, пасибольный. Возможный шанс того, чтобы нанять 89%. Возможность, что он предрасположен к преступникам. И где-то там в датабазах 50%. Шикарное просто резюме. Охренительное. Нет-нет, все в порядке. Вы наняты. Серьезно? Спасибо, сэр. Ваша смена начинается в 7 часов вечера. Не опаздывайте. Ладненько, сэр. Ночь первая. Итак, пош... Что у него на башке? Я понять не могу. И это, в общем-то, и все. А, это их типа форма такая, да? Ух ты, потрясающая история. Здрасте. Я здесь новенький. Я рис. А, Генри рассказала тебе. Я Джена. А это моя подруга Анна. Мы ассоциируемся с Джена. Хе-хе. Она кикер. Так или иначе, мы начнем. Че она там... Че она нам сейчас такое вообще брякнула? Я нихрена не понял. Начинаем работать. Да, давайте это сделаем. Давайте сделаем. Сотня каких проблем. Итак, вот твоя рация. Ты можешь контактировать меня и Энни, и мы ответим тебе. Вот, бери. Хорошо. Использовать рацию. Идите в предметы и выбирайте. Почти совсем можно взаимодействовать. Поищите вокруг. Так, хорошо. А взаимодействовать на какую клавишу? На Z? О, давайте вот тут повзаимодействуем. Тынь-тынь. Тынь-тынь-тынь. Да ни хрена не... Я на пробел нажал. Ну-ка. Опа-па-па-па. Так. Что это? Окей. Хорошо. Давайте. Это такая отрыжка в стиле Фредди? Или что? Я понять не могу. Обожрался тортиков? Что это за ужасное... Что это за ужасное поведение? Прекрати это делать, пожалуйста, Фредди. Я тебя очень прошу. Это некультурно. Некультурно вести себя так в приличном обществе. В приличном обществе. Декарта. Ну а что? Я не приличное общество, что ли? Я приличное такое. Более-менее такое приличное. Ни разу... Ни разу никогда не шутящее. Там пошло шуток, например. Вообще такого за мной замечено не было. Я думаю, вы согласитесь. Поэтому давай. Вот хотя бы шляпу надел. И то молодец. Знаете, шляпу надел. Манеры какие-то определенные знает. Так куда мне идти-то? Сюда? Мне сюда или не сюда? Вроде сюда. Здорово! Манекеша! Как твои дела? Пока не родила? Да? Ха-ха-ха! Не, он походу сожрал торт, наверное, мой, да? Короче. Ой, какая суровая музыка. Давайте, наверное, вот-вот пролезешь в эту дверь, чувак. Тут нужен ключевой код. Ключ-код нужен. Ладно, хорошо. Тогда пока не будем. Здравствуй, Фредди! Фредди! А, это не Фредди. Это Фокси. Это лиса? Короче, да, точно. Это же Фокси, типа, за этой... За сценой, да? Сюда можно? Это туалет, наверное, по сын. А то страшно. Такие стрёмные звуки. Надо бы, наверное... Туда вот можно. Хорошо, давайте. Давайте попутешествуем. А, этого я знаю, да? Ммм, здравствуй, странный шариковый мальчик. Привет! Кажется, ты счастливый Чаппи. Мне не стоит её беспокоить. Почему? Побеспокой. Вон она стоит, короче. Потанцуем как-нибудь в другой раз. Возможно. Эээ, как будто бы она разговаривает напрямик со мной. Или это просто её программирование? Подождите. Она мне подмигнула? А как ты увидел, я не понимаю, если ты лицом на уровне её жопы сейчас находился? А на чем тебе там подмигнула рис? Расскажи. Я очень хочу это знать. Серьёзно. Ох, он аж подбодрён. Смотрите, она ему подмигнула. Он прям радует. Так-так-так-так. Боевой рис такой бежит. Он просто... Так, а это что? Мне не стоит её беспокоить. Да что ж никого не стоит беспокоить прям. Кого-то можно побеспокоить? А что тут делать-то? Что тут тогда делать? Я должен тут бегать и вот так вот руками своими туда-сюда вот тынь-тынь-тынь-тынь, бить себя по яйцам, да? Смотрите, он реально кулаками тебя пым-пум-пум по яйцам себя бьёт. Это замечательное занятие для юных охранников или кого-то, я не знаю. Кто ты там нахрен? Как называется ваша профессия на анаракиевской планете? О, ребята, вас не видел. Он выглядит как прикольный кролик. Хорошо, потанцуй с ним, я не знаю. Тот, кто придумал этих аниматроников, определённо имел какие-то проблемы с головой. Я имею в виду, ну бёдра какого хрена? А чё с бёдрами? Чё ему не нравится с бёдрами? Я чё-то не понял, обычные вроде. Чё тебя не устраивает? У тебя чё на них, это самое, реакция какая-то или что? Извращённое ты создание. Хочешь поиграть во ФНАФ Уорлд? Да, давайте, поиграем. Итак, Шадоу Фредди появляется. Блин, меня аж ностальгия попёрла, я помню. Я ведь полностью прошёл эту игру когда-то. Ну не на самую лучшую концовку, но было дело. Давно ещё. Наверное... Ой, наверное, мне кажется, позапрошлым летом. Да чёрт его знает, очень давно. Короче, я съем твою душу. Говорить Шадоу Фредди. Итак, файт. Спешил. Никаких спешилов у нас нет. Атак. А ну-ка, может быть мы можем по рации вызвать? Нет, не можем. Давайте атак тогда. Шадоу Фредди. Так, атака. Короче. Бум. Ух ты какая скотина. Хреначим его. Я же... Я играю за этих, которые... Слева. Нормально так, кексом прямо в рыло. Той. Той. Давайте ещё. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нормально. Хреначим. Он пиццей ударяет. Силой музыки атака. Отлично. Это что такое было, я не знаю. А этот микрофон ему засунул в жопу. Замечательно. Фредди Спарти was victorious. И 400 токенов получили. Боннил уровень 4. Чика уровень 4. Фокси уровень 4. И так... Уровень 2 разблокировали. Тут они только что были. Они были только что на этом столе. Я не понял. Какого хрена? Может ещё что-то можно? Может ещё во что-то надо поиграть? А может быть, ребята... Вот у меня такая мысль. Тут нужен ключ-код. Я не знаю. Подождите. А может мне сказали ключ-код? Уровень 2. Подождите. Ну-ка давайте уровень 2 сыграем. Вы знаете, наверное, тут вот где-то ключ-код мне и будет. Твоё время закончилось. Давайте опять атака, 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 атака. Так. Использует пиццу. Ничего, ничего. Ничего. Ты гондон в шляпе. Мы тебе сейчас хорошенько устроим. Весело тебе будет очень. Прям будешь радоваться. Атака, 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 атака. Нормально. Хреначьте его. Хреначьте его по его медвежачьей сраке. Вот так, ребятки. Воины мои бравые. Сильные, смелые. Я на вас надеюсь. Я на вас рассчитываю. Слушай, как бы он не поубивал. Кого-нибудь сейчас убьёт, наверное. Ну что ж такое? Вот. Ему... Это что сейчас было? Что за... Что это значит? Что это, блин, значит? Айтемсы никаких. Гард. Давайте вот этот будет гардить. А вот эти атаковать надо. А опять он пиццей херачит. Ну что ж, что за ублюдок-то такой? Мяу. Что-то там опять мяу, мяу. Мне это мяу вообще не нравится. Это значит, что мы промахнулись, наверное, да? Давай же. Наконец-то сдох. Итак, опыт получен. Токены получены. Уровень 3 разблокировал. Короче, тут тупо уровни разблокируются и всё. Никакого... Пёрпл Гайст. Это кто такой? Это... Ну это типа Пёрпл Гай, я понимаю. Только он... Чё-то на Папайруса очень похож. Но такого очень злого-злого Папайруса, который встал не с той щупальца, я бы сказал. Очень жёстко встал не с той щупальца. У него... Это, знаете, такой Папайрус, у которого погибли, наверное, все дети просто одновременно. И мама, и бабушка, и все на свете. Понимаете, оказались на... Все на свете оказались на том свете. И он недоволен. У нас уже, кстати, один сдох, между прочим. Но мы будем надеяться, что... Сейчас мы сможем. Сейчас мы справимся. Получится. Опять вау, что-то... Что-то ты там вау, что-то мяукаешь на него. Ты его бей давай! Не надо на него мяукать! Что это за дела? Смотрите. Чика что-то там говорит, по-моему. У него как... А, это она, типа, при смерти, может? Но у нас же нету... Ой, блин, твою мать, что нажал? У нас же нету, ни хрена. Я не могу даже... Какие-то предметы использовать для лечения. Все! Чики капс... Ууу, слушайте, победили! Так, подождите, а сколько это все будет? Сколько там? Левел селект. Разблокируем. О, подождите, уровень 2 нет. Так. Уровень 2 нет. Да, я не знаю, слушайте. Короче, надо где-то искать код от этой двери. Зашибись! Оказывается, этот код можно, в принципе, сразу же подобрать. Смотрите, тут такая система. Вот нажимаем мы, например, 3. И вот такой вот писк, да? Отвратительный, кстати. Говоря, между прочим, вот когда в наушниках сидишь, он прям... Инь, так тебе в мозг врезается. А вот нажимаешь, например, 1. Слышите? Фредди нам рыгает в ухо. Это значит, что мы на правильном пути. Я так понимаю, потому что все остальные вот клавиши... Вот я могу... Я могу еще раз попробовать, например. Вот смотрите, еще раз. 2. Видите, опять писк. Потом 4. Опять писк. То есть я все это уже проверил. И действительно, только на единицу вот такой звук. Давайте пробовать дальше. 9. 9, хорошо. И 8. И 5. Тьфу ты, блин. Так, ну смотрите, я неплохо, в принципе. 9, 8 и 6. Еще раз. Вот здесь. Ах ты, твою мать. Вот, конечно, началось так хорошо, а потом мы будем тысячу лет думать. 4. Да, блин! Все перебрал. Все цифры перебрал. 9, 8, 7. Все, готово. Эта волшебная сраная дверь открылась перед нами. Получилось! Замечательно. Давай проходить. Ты что еще такое за хрень-то такая? Да, мне тоже очень приятно с вами пообщаться. Но мне казалось, что прежде чем так бурно выражать свои эмоции, можно было бы хотя бы имя-то свое назвать. Ты, скотина! Со своими зубами и носом своим. Я надеялся, что будет пищать пиу-пиу. Знаете, как во ФНАФе ты плакат, когда нажимаешь. Shadow Ending. Окей. А какой эндинг не Shadow? Я не понимаю. Зашибись. А я еще и ни разу не сохранился-то. Блин, твою мать. Короче, я не понял, честно говоря. То ли тут... Тут разные концовки, что ли, да? Такого раньше не было в играх про Риса. Ну, в общем, поступим так. Пока мы на этом заканчиваем. А потом как-нибудь, может быть, я получу и вторую концовку. Если вы этого захотите, я посмотрю по вашей реакции, интересно оно вам вообще будет или нет. Если она есть, я не знаю, может быть, ее нету. Может быть, Shadow Ending это единственная концовка, которая доступна. Я хрен его знает. Хрен его знает. Я все, в принципе, там облазил тогда. И все, что я нашел, это этот кодовый замок. Ну, в общем, вы поняли. Поглядим. Может быть, продолжение будет. Может быть, продолжение не будет. А может быть, продолжение и не существует. Может, это одна концовка. Я попробую найти ответ на этот вопрос и разобраться с этим делом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, жмите поделиться. Рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.